Я такой же, как и раньше. Я целюсь высоко. Такая крутая песня. Господа, как вы определяете альфа-самца? Думаю, что у многих из нас создается образ, что это такой парень, который находится во главе своего прайда и пользуется всеми его ресурсами и людьми согласно своим желаниям. Это приводит нас к одной из самых разрушительных мыслей вера в то, что женщины – это подтверждение вашего успеха. Я как-то хвастался перед друзьями, что я переспал с тремя девушками в трех штатах за 24 часа. Уверен, что некоторые из вас сейчас смеются и говорят «Антонио, это не звучит как проблема». Хотел бы я такие проблемы иметь. Но вот в чем проблема. Я не имел никакой внутренней уверенности. Я не видел себя способным завести настоящие отношения с другим человеком. И я оценивал себя только лишь потому, если другие люди готовы были со мной переспать. Таким образом, я попал в этот круг, когда я зависел от мнений и действий других людей, чтобы повысить свою самооценку. Господа, не попадайтесь в эту ловушку. Вы сами способны давать себе оценку согласно тому, как вы думаете и как поступаете, а не потому, как другие люди вас оценивают. Следующая альфа-привычка, над которой я долго работал, чтобы избавиться – это игнорирование других людей. Не знаю, как у вас, парни, но у меня точно довольно-таки большое эго. И могу сказать сразу, что, будучи идеальным, я допустил много тупых ошибок, которые могли бы не произойти, если бы я слушал других людей. И не от каких-то случайных людей. Это советы от жены, от моих друзей, за советами, к которым я сам обращался. Вот в чем дело. Многие думают, что альфа-он всегда идет своим путем. Но это не так. Альфа-он воспринимает информацию о тех, кто вокруг него. И затем он принимает решения согласно этой информации, чтобы принимать лучшие решения, вам следует быть открытыми и прислушиваться к тому, что говорят люди вокруг вас. Далее, хватит быть агрессивным, и пора начать быть ассертивным. Многие считают, что быть альфой значит быть агрессивным. Одно не может быть без другого. И этот миф всегда поддерживается, особенно это видно в Голливуде. Мы видим, как альфа-самец приходит и начинает доминировать. Он перебивает, он врывается в разговоры, ведет себя агрессивно. Но в реальности это не всегда срабатывает. Такое может появиться в рабочей ситуации. Но в токсичном окружении люди стараются избегать агрессора. Они уходят. В конце концов, он оказывается сам собой и ему уже неким помыкать. Вот в чем ахиллесово-пита агрессора. Агрессор существует только тогда, когда его жертвы загнаны в угол. В современном мире люди могут уволиться, уйти в другой отдел или пожаловаться. Если это отношения, то они могут их разорвать? Хорошо, не быть агрессивным, понятно. А что означает быть ассертивным? Он звучит похоже, но когда ты ассертивен, ты не пытаешься силой заставить людей делать что-либо. Ты наоборот, начинаешь проявлять инициативу. Ты лидируешь за счет уверенности и люди этим вдохновляются. Таким лидером, который показывает своим примером. При помощи коммуникации он убеждается, что его понимают. Вот что означает быть ассертивным. Ассертивный мужчина не рубит с плеча, он не играет в игры, а просто достигает цели. И он предоставляет окружающим его людям варианты для выбора. Он даже может выслушать другие предложения, но при этом у него есть границы, которые он не станет переходить. Поэтому запоминаем, господа, стараемся быть ассертивными, а не агрессивными. Следующая альфа-привычка, от которой лучше избавиться, это ни с кем не мириться. Понимаете, о чем это я? Не спускать никому ничего. Я не позволю никому об меня вытирать ноги, и если они только попробуют, то не поплатятся за это. Я был морпехом, это был тяжелый период, и меня прикалывало задевать драки. К тому же, у меня хорошо получалось драться, и со мной часто бывали сильные парни. Но вот в чем дело, это может привести к большой проблеме, потому что ты понятия не имеешь, что за люди, и к чему могут привести эти драки в барах. Тем более, что ты пытаешься доказать тут? Все стало хуже, когда я начал публиковать видео онлайн. И меня просто бесило, когда кто-то писал что-то негативное в комментариях обо мне. Я возмущался, что это не так, этот человек меня не знает, и я тратил все свое время, чтобы отвечать на все эти негативные комментарии. И вот в чем дело, я выкладываю много видео, и мне кажется, что я несу положительное послание. В конце концов, это видео смотрят сотни тысяч или миллионы людей, и у них у всех есть свое мнение и своя точка зрения. Комментарии — это отражение того, что этот человек увидел, потому что все они видят одно и то же, но по-разному это понимают. Я понял, что те люди, которые нападают на тебя, которые пишут гадости, испытывают боль. Им нужно выговориться. Они считают, что все анонимно, и поэтому не беспокоятся. Но вживую, когда я встречаюсь с людьми, то они не говорят ничего такого. Ну или, в крайнем случае, отводят меня в сторону и конструктивно, в положительном ключе, с глазу на глаз. Вот что я понял, что стоит быть аккуратнее с тем, что люди пишут в интернете. Не стоит это воспринимать, потому что это просто отражение того, что из себя представляет вся эта сеть. Поэтому, парни, не стоит идти по этому неверному пути и стараться доказать всем, что они не правы, вы правы, это будет бесконечно. Следующая альфа-привычка, от которой я избавился — манипулирование людьми при помощи игр разума. Да, я знаком с этими всеми книгами, я их читал, я даже делал исследования, вот что скажу. В этом есть некоторая ценность, и эти авторы хорошие учителя, но при этом есть негативный аспект манипулирования людьми, имея внутреннюю мотивацию в отношениях и дружбе. Ребята, надо быть выше этого, быть настоящим с самим собой. Я не считаю, что нужно играть во все эти игры. Да, я понимаю, что это может работать, но что это за человек, который так поступает? Какие отношения можно создать с женщиной, с друзьями? Если вы манипулировали, вы играли во все эти игры, у вас была причина делать все это. Но вот к чему я говорю об этом, парни. В один момент все станет очень запутанным, вы заведете себя в угол. Кажется, Абрахам Линкольн сказал это. У меня недостаточно хорошая память, чтобы быть лжецом. Именно это я и ощущал, когда манипулировал людьми. Некий аспект несправедливости, частичку лжи во всем. И в один момент вы все равно запутаетесь и начнете испытывать ощущение того, что это не то, что вы хотите. И вам придется извиняться перед людьми. Может, некоторые люди умудряются жить и не прибегать к такому. Но лично я допускал это несколько раз в отношениях, в разговорах с людьми. Но затем я чувствовал себя отвратительно, и мне приходилось извиняться. И я призываю вас к тому, чтобы просто быть таким человеком, искать таких людей, которым просто хочется создать отношения. И когда вы сможете этого достичь, то вы поднимите их на новый уровень. От следующей альфа-привычки я долго избавлялся. И это присуще многим лидерам и ответственным людям. Они никогда не принимают того, что допустили ошибку. Почему? Потому что не хотят показывать слабость. Но ты продолжаешь идти дальше, ты не показываешь свою слабость. Когда вы уязвимы, когда вы открыты к тому, что вы можете сделать ошибки, тогда люди начнут ставить под сомнение ваш авторитет. Этого вы не хотите допускать. Это, во что я верил, особенно в армии. Я никогда не принимал того, что я могу допустить ошибку. Проблема в том, что ты делаешь ошибки, и кого тут винить? И ты понимаешь, что вину надо перекинуть на других людей. И тогда я понял, что с этим надо что-то делать. Я себе этого не позволял, но мне пришлось стать более открытым и уязвимым перед тем, чего я не знаю. И это очень трудно сделать. Открыться. Парни делают это постоянно, они даже не будут спрашивать направления, особенно перед девушкой. Но это не все, есть куда больше этого. Многие никогда не позволяют себе попросить помощи. Мы начинаем ощущать депрессию, потому что не знаем, как справиться с ситуацией, потому что мы не можем позволить себе сказать своим последователям, что понятия не имеем, что делать дальше. Принять свою ошибку, извиниться. Это не признаки слабого лидера. Слабого мужчины. Это признак сильного мужчины, который в состоянии взглянуть на себя и понять, что он может ошибаться, как и все люди, и что у него есть силы, чтобы двигаться дальше. И наконец, пожалуй, одна из самых важных альфа привычек, от которой стоит избавиться, это прекратить называть себя альфой. Перестать называть других бетой или омегой. Или смотреть на себя как на сигму, потому что это неприменимо к людям. Я взял это из исследований. Кажется, его проводил Рудольф Шенкель в 1947. И есть другой автор, который на его основе написал книгу «Волк». И все было связано с пленением волков, потому что, когда они исследовали волков, кажется, в 1999, то они пришли к выводу, что это не работает. Идея того, что есть один единственный альфа, что под ним находится бета и затем омега, это не работает в настоящем мире. Даже когда они изучали приматов, это тоже не работало. А наоборот, если ты более агрессивен и используешь насилие, используешь все эти альфа-техники, чтобы доминировать, то в итоге тебя выкидывали из группы. Такие приматы не выживали. В отличие от тех приматов, которые нашли способ, чтобы построить отношения. Поэтому вся эта идея и вера в альфу, бету или называйте как вам угодно, все это неправильно. Нет, я не хочу сказать, что вы не можете использовать термины. Это упрощает просто понимание, но в них есть ограничения. Но вот что я хочу сказать, когда вы поймете эти термины, то вы поймете, что никакой человек не альфа, сигма или бета. Мы просто люди, которые стараются поступить наилучшим образом в той ситуации, в которой оказываемся. Так что да, друзья, можете сами изучить все это. Какое видео смотреть дальше? Как насчет того, чтобы перестать стараться впечатлить девушку, а лучше сделать это? О чем я говорю? Господа, просто посмотрите это видео и поймете все сами.